Христос воскресе! Воистину воскресе! Эта фраза вы знаете, принадлежит одной из мироносиц а именно Марии Магдалине и ответ воистину воскресе это было событие, которое мы знаем из предания церковного что она попала в общем-то на уединен к императору римскому вот и произнесла эти славы то есть ее проповедь была всего в двух словах, она проповедовала в Риме и сказала а мне было в руках белое яйцо она просто протянула императору яйцо и сказала, Христос воскресе! и это яйцо по преданию стало красным то с тех пор, значит, яйца красят на Пасху из воспоминаний об этом чуде когда, в общем-то, распространилась проповедь о воскресе в Христе это главное в содержании проповеди апостольские, это то, что Христос воскрес потому что, как пишет апостол Павел, что если Христос не воскрес то и тщетная вера наша мы еще у греха но так как воскресывает Христос измертвый первенец из умерших то и мы также воскреснем то и грехи прощаются то и новая жизнь уже то есть брежет расцвет новой жизни вот это как раз обращенность к вечной жизни новой жизни к восьмому дню это главное содержание проповеди апостолов потому что, если нет вечной жизни то все на земле не стоит ничего нет ничего на земле постоянного и мы знаем, что были великие цивилизации великие поэты, художники государственные деятели и все это обратилось в пыль это не что а жизнь вечная вот это действительно важно поэтому для христианин конечно главное так сказать его горизонт куда мы смотрим ради чего живем это конечно вечная жизнь второе пришествие в Христов мы видим вот каждый раз когда входим в храм вот оно второе пришествие вот к чему мы идем к чему мы готовимся к восьмому дню сейчас идет седьмой день творения тут было шесть дней творения седьмой день Бог почил от трудов своих да а наступит восьмой день вечный день где не будет болезни печали воздыхания на жизнь бесконечной чего мы ждем воскресения мертвых и жизни будущего века Христос воскрес из мертвых первенец из мертвых как пишет апостол значит и мы воскреснем это значит что мы умираем не навсегда что смерть хоть она и вошла в природу человека она изгнана оттуда уже во Христе и во Христе мы также движемся к этому воскресению и вечной блаженной жизни Богу в этом самое главное предназначение человека многие люди почему-то об этом не знают вот прожив всю жизнь они не понимают зачем они живут мы живем готовясь к этой вечной жизни здесь это временное быстротечное как жизнь так называемая точнее наше бытие здесь на земле здесь ну оно как проходит очень быстро эти 70-80 лет как пишет Давид что 70 лет жизни человека а если в силах то 80 и множе их труд и болезнь и их сопровождают труды и болезни то есть эта жизнь на самом деле называется здесь на земле семью смертной то есть во-первых мы все знаем что умрешь и исполнена болезни печали в общем всякого негатива вот поэтому эта жизнь собственно говоря по сравнению с вечной где не будет ничего отрицательного не будет вот этих вот ни болезни ни печали ни вздыхания но вечная жизнь конечно несравненно лучше несравненно лучше вот и угодники Божии многие сподоблялись почувствовать вообще прикошнуться к тайне вот этой вечной жизни мы знаем что апостол Павел был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы как он пишет что и на сердце и ухо не слышало человек и око не видело и на сердце человек не всходило что уготовил Господь любящим его а Серафим преподобный Саровский наш чудотворец он тоже однажды на литургии когда был малый вход вот он увидел как Христос входит то есть он увидел то что мы не видели что реально здесь происходит но мы не видим этого не ощущаем в полной мере а он за чистоту свою сердечную увидел как Христос входит вот великий вход священники входит как обычно мы входим в Евангелие входит вносится и идет Христос соном ангелов там и святых и он онемел преподобный Серафим тогда он не мог разговаривать очень долгое время вот от этой силы от этого благодати он вообще не мог прийти в себя и потом он ушел в пустыню стал жить вот в этих своих пустыньках так называемых потом был период несколько лет он вообще молчал обет молчания взял вот почему потому что он прикоснулся к этой благодати к этому блаженству которое мы понять не можем потому что мы только может быть только тень этого бывает мы этой радости мы иногда можем почувствовать в своей жизни Господь нам дает такие откровения вот когда действительно что называется крылья за спиной когда хочется всех вот такая радость на душе что хочется всех обнять что просто хоть пляши как она сказала такая радость что хоть пляши у меня на душе вот эта духовная радость это только тень того что уготовил Господь любящим его и вот Серафим говорит что он был там ему было дано туда тоже вот в это в это состояние вот этой вечности этого вечного дня войти что он сказал что говорит я бы согласен был самые страшные муки терпеть всю свою жизнь болеть страшными болезнями чтоб черви ели мое тело заживо чтоб только не лишиться этой жизни настолько она прекрасна и наполнена радостью которую мы даже представим и апостол об этом свидетельствует говорит не сходил на сердце человек что уготовил Господь любящим его и вот поэтому любящие его кто это были апостолы да но апостолы испугались они спрятались за дверь закрыли боялись что их арестуют а кто презрели все эти опасности жены мироносицы пошли побежали к гробу хоть и казалось им еще не знали что Христос воскреснет что Он воскрес они не знали они потом уже у гроба получили это откровение но они не знали но они шли с миром помазать тело Господа своего то есть любили его и верили даже в таких обстоятельствах когда казалось что ну все пропало полное поражение они же думали что Он сейчас царем станет а Его распяли на кресте и вот действительно у гроба они встречают оказывается камень от гроба значит отвален что там ангел сидел на этом камне да эти вот стригущие о мертвеша как пишут пишем мы и поем в гимнах церковных о мертвеша они от страха испугались потому что эти ангелы были светоносными от них такой свет исходил что они в ужасе убежали стража вот жены вошли туда думали помазать тело а тела уже нет уже только пелены вот эти там потому что по еврейскому обычаю там такими пеленают такими вот обвязываю тело и пеленами как бы как вот ребенка пеленают похоже на это вот и они хотели намастить миром то есть по обычаю вот это моё действие а все это пещера гроб это пещера понятно да это не наш как мы хороним а там хоронят пещеру такие кладут покой и вот там ангелы сидят и говорят а что вы ищете живого смертного он и вот начинается эта пробовать с этого с гроба господня до сих пор этот гроб мы знаем где находится в Иерусалиме в храме гроба господня где в субботу великую как свидетельство и подтверждение истинности нашей православной веры великую субботу сходит благодатный огонь в руки православного патриарха юросалимского но сейчас это Феофил Третий как свидетельство истинности именно православной веры никому этот огонь не сходит больше и в этом году надо сказать что и до нас достала эта благодать нам тоже удалось этот огонь мы раздавали этот огонь кто хотел тот взял это какой-то такой символ знаете единства потому что центр конечно и начало нашей церкви и начало и совершение нашего спасения начало церкви где зашел дух святой на апостол конечно Иерусалим Иерусалимский патриарх он хоть и считается особенным местом Иерусалим Иерусалимский патриарх что оттуда церковь пошла распространяться христианство распространяться по всему миру поэтому вот оттуда жены мироносец также с апостолами шли по всему миру бесстрашно среди язычников диких варваров проповедовали Евангелие и говорили о том что Христос воскрес ничего не боясь ничего не страшась как и тогда они стояли у креста и как и тогда они шли к гробу поэтому сегодня мы почитаем вот такая сложилась традиция что в этот день мы поздравляем женщин ну не только мужчин тоже поздравляют женщины все таки они первые эту весть получили да первые мужчины спрятались испугались а мы женщины шли к гробу и верили вот несмотря ни на что казалось что разум отказывается это принимать но сердцем чувствовали что ну не может быть не может такой праведник и такой как они думали пророк тогда еще не понимали что это истинный Бог да они до конца не понимали тайну Бога в плачении но вот верили что правда победит что не может зло победить благо добро все равно побеги и вот шли и это вера их была что не постромлена действительно они несут проповедь апостолам апостолы не верят им говорят что нету тела они не верят как это пишет лука что явилось как лжа их рассказ они не поверили обманывайте вас этого не может быть и вот они идут уже Петр и вот мы сегодня читали как раз Евангелие с Иоанном бегут к гробу видят что там действительно пусто и дальше дальше начинается это событие которое приводит к церковлению сначала Иерусалима потом Иудеи потом Самарии потом других областей тогдашнего цивилизованного мира и так называемые Кумены то есть это в основном это при Средиземноморье страны Римской империи как начать Римскую империю а потом дальше распространяется и уже в апостольские времена проповедь о воскресении Христовую нам несет апостол Андрей Первозван по нашему преданию и летопись Нестор фиксировал это предание что апостол Андрей тот человек который в первом веке уже здесь живущих вот это Северное по Черноморье в основном вот эти вот понт так называемые там их проповедовал что он дошел до места где ныне находится Киев и там воздвиг крест и дальше поднялся до Новгорода вот такие легендарные такие сведения но тем не менее вот действительно само чудо распространение проповеди такое вот мгновенное буквально менее 100 лет и практически везде было проповедано о Христе ну мы приняли через тысячу мы приняли только в 1988 году до нас дошло но дело в том что тогда еще может быть здесь и не жили славянские племена где Андрей ходил где жили кто-то другие народы но тем не менее во времена равнопостного Владимира еще когда он был язычником христиане в Киеве уже были и в Новгороде были христиане но это были мало там их было мало они молились там маленькая церковушка была уже в Киеве была церковь но в основном религия была у них языческая вот Владимир когда принимает эту проповедь и верит во Христа он крестится и становится крестителем Руси а от него слава Богу что мы приняли вот эту вот благую весть о том что Христос воскрес и до нас эта весть когда-то дошла и вот каждый христианин вот он воцерковленный в основном вот дети это не касается детей это взрослых касается нас которые в зрелом возрасте приняли вот это уже пришли к Христу пришли к вере и наверное все помнят свою первую Пасху вот когда мы впервые уже воцерковившись пришли на это торжество я просто могу поделиться что у меня какое ощущение было вот когда вышел отец Николай тогда у нас было старство небесного Васечка в храме Казанской Божьей Матери вот когда он вышел читать слово Иоанна Златоуста вот он вышел знаете выходит там и читает священник это слово аще кто благочестив и так далее вот эти слова у меня было полное ощущение что все вот Царство Небесное здесь вот сейчас настало что все вот все воскресение мертвых уже совершилось то есть вот такое ощущение то есть это в качестве предвкушения это то что Господь дает таинственным образом нам почувствовать чтобы мы знали ради чего несем свой крест а если крест не несем то и в радость эту не войдем поэтому нужно нести те тяготы лишений которые нам Господь дает понести это спасение для нас и великое утешение те скорбя в которых преисполнена эта временная жизнь но мы знаем что пронеся эти значит верные эти вот эти тяготы да которые Христов сказал что возьмите на меня иго то есть мою иго на себя возьмите научитесь от меня я как роток я смирен сердцем и обращайтесь покой душам вашим действительно если мы это бремя берем это ярмо Христово то есть крест то он становится не только спасительным а он именно спасительный этот крест это болезни всякие весь этот негатив в чем благость и премудрость Божия что все отрицательное что есть следствие грехопадение обращает нам во спасение во благо этот крест становится спасительным для нас радостным и легким иго мое бремя иго мое благо и бремя говорит легко легко возьми крест понеси следуй за Христом и в жизнь вечную в радость вечную в Пасху вечную в пир веры безусловно войдем слава тебе Боже слава тебе Боже слава тебе боже игорь игорь игорь